Чтобы сохранить грибной аромат на долгие месяцы, продукт можно засушить или заморозить. Выбор способа приготовления заготовки иногда зависит от вида лесных находок. Можно сушить так же, как шампиньоны, любые плотные грибы. Есть, допустим, рыжики, их лучше мариновать. Просто некоторые грибы перед тем, как готовить, нужно вымачивать, убирать, допустим, горечь. Допустим, сырые ежики тоже можно варить, но перед этим нужно вымочить их 1-2 часа. Белые подосиновики лучше замораживать, но сначала их надо отварить. Это не только обеспечит безопасность продукта, но и сэкономит вам время, когда будете что-то готовить. Белые варим минут 20, остальные чуть подольше. Но не возбраняется замораживать грибы свежими. Только сначала прополощите их в кислой воде с соком лимона или чайной ложкой уксуса. В идеале, конечно, грибы лучше просто слегка почистить, желательно не замачивать. Потому что грибы очень быстро впитывают в воду. То есть нам, если все-таки произошло, что мы их промыли, бывает, как песок въелся, то лучше их хорошо обсушить и только потом замораживать. Кстати, если покупаете замороженные грибы в магазине, их обязательно нужно сначала отварить. Подосиновики, маслята и другие трубчатые грибы будем сушить. Если интерьер кухни позволяет, маленькие симпатичные экземпляры можно собрать на веревочку и развесить. Грибы покрупнее, режем на одинаковые кусочки и раскладываем, например, на подоконники. Хотите высушить быстро – отправляйте их в печку. Духовку ставим примерно градусов на 40, они у нас чуть подсхватятся, да, 40-50, ну, грубо говоря, подвязывают, начнут уже как бы… И потом можно до 60-70 поднять духовку и досушивать уже грибочки так. Их нужно хранить в стеклянной либо керамической посуде, да, под закрытой крышкой. Перед тем, как потом использовать сушеные грибы, вымочите их в течение часа в воде. А еще из них можно приготовить натуральную приправу. Повар советует измельчить их в кофемолке и потом этот порошок добавлять в любые блюда. Аромат будет потрясающий.